Чтобы понять античную науку, ее специфику, ее существенные черты, нам нужно взять более широкий контекст. Надо взять контекст глобальный, общемировой. Гритическая цивилизация не самая ранняя. Культура начинается на Востоке. Культура начинается в Китае, в Ираке, в Индии. Что является общим для цивилизации Древнего Востока? Один только штрих, но он очень значительный. Это цивилизация, которая связана с серегацией, которая связана с огромными полноводными реками. Которая является стержнем экономикой соответствующих культур. Ирригационное земледелие, требовавшее колоссальных вложений, прежде всего, человеческой силы и эвосо-таксических масс. Это машина, которая поглощала тысячи, сотни тысяч людей. Машина, которая, конечно, работала на износ индивидов, которая была беспощадна к человеку. В этих условиях научные исследования, или, я бы сказал так, квази-научные исследования, да, носили характер прикладной. Необходимость, прежде всего, выработать точные методы замера площадей. Учите, что ведь с каждым половодьем менялась площадь посевов. Это очень серьезный момент. Вот, скажем, восьмом древней гиперской цивилизации Нил, да, после паводков что-то смывалось, что-то появлялось, как бы заново, земля рождалась из этой игры стихий. И отсюда необходимость ввести четкий учет вот этой переменчивой площадей. Да, это начало геометрии. Но геометрия не председает никаких чисто образовательных целей. Это прикладная нога, вот прикладной характер. Вот это надо нам четко зафиксировать. Прикладный характер имеет исследование. Естественно, что возникает объективная подребность в точном хронометраже. Нужно ввести календарь, нужно планировать заранее аграрные работы. Выявляется связь между отсчетом времени и космосом. Прежде всего, движением светил. Движение светил – это процесс регулярный, процесс ритмический, периодический. И начинает развиваться астрономия. Опять-таки, ее цель вовсе не познание мироздания. Ее цель – найти привязки для решения чисто функциональной задачи. Надо обеспечить контроль суточного времени и контроль времени в интервале года, сезон и так далее. Чем отличается Греция от цивилизации Востока? Обратите внимание, ведь я сейчас назвал несколько крупнейших цивилизаций. Ну, и вот эти великие реки. Китай, Янзе, река, Ирак, Тигры, Ефрат, Индия, Ганг, прежде всего, Египет, Нил. Сама география, сама, я бы сказал, геоморфология способствует развитию ирригационного земледелия. Греция – совсем другой ландшафт. Ландшафт, где очень много возвышений, много гор, пускай это горы невысокие, тем не менее, это такие своеобразные природные стены, которые, как бы, пространство разгораживают. Разгораживают. Благодаря этому ландшафту возникают некие обособленные пространственные ячейки, внутри которых как раз и развивается города-государство. Вот, обратите внимание, как я сейчас использую терминологию. Город-государство надо писать через дефис. это специфическое для Греции образование, так называемое полис. Полис. Собственно, этот термин имеет другое значение, а раньше полис – это и есть город-государство. Да, вокруг него есть определенные земли, есть люди, которые христианствуют, но, в общем-то, это неделимо, это одно. Одно, так? Восток – это огромность пространств. Восток – это колоссальная энергия великих рек. У Греции все скромнее. Я бы сказал, Греция – это, своего рода, миниатюра на фоне вот этих гигантов. Это имело свои плюсы. Если Восток требовал прилива людской силы, поэтому Восток вел войны, 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 да? Что такое завоеванные люди? Это рабы, которые обеспечивали труд на полях, то в Греции возникает избыток населения. Это очень интересно. И этот избыток населения, он становится мигрирующим. Греция очень рано начинает осваивать Малую Азию, архивалах Эгейского моря. Вынимаются они и Черное море, возникают Черноморские колонии. Очень важно это разница масштабов между Востоком и Грецией. Эта разница масштабов способствует чему? Почему? Она способствует тому, что нет гигантомании и совсем какой-то другой ритм жизни. И там, где большие реки, там, где разливы, половодья, там всегда возникают ситуации экстремальные, в этих условиях земледелие неизбежно является рискованным. Но, вы понимаете, начинаются дожди, скажем, летние или осенние, весь выражай под угрозой, надо быть все время на чеку. Здесь вот другой ритм жизни. Вы знаете, это какая-то счастливая страна, Греция, это очень тонкий момент, замечательный климат, в меру теплый, в меру где-то так субтропически, можно сказать, но не тропический, но где-то он и переходит континентальный наверху. Вот это счастливый уголок Земли, выделяющийся на фоне остального геопространства. мы там видим очень интересный образ жизни. Да, там тоже имеется рабовладельчество, не в таких масштабах, как это мы замечаем на Востоке. Естественно, что рабовладельцы, они освобождены от завода Клевина сущного, у них много свободного времени. Это свободное время не направляет на то, чтобы заниматься самообразованием, самосовершенствованием. Очень рано у греков появляются духовные интересы, и есть условия для того, чтобы эти интересы питать и удовлетворять. Ну, конечно, и на Востоке были люди такого склада, но, тем не менее, у них было гораздо больше забот, чем вот Греция. Греция в этом плане напоминает рай. Это страна нашего детства, детство в плане культуры общечеловеческой. И это благополучное детство, счастливое детство. Итак, диверенциация, но труд умственный физически очень рано осуществилась в Ладе. И это значит, что появляются люди, ведущие созерцательный образ жизни. Я сейчас использовал очень важное понятие созерцательность. Это категория, философская категория. Созерцательность это пытливость, любознательность, не переходящая в активное действие. грики созерцает космос. Я об этом сегодня много говорить. Созерцает природу, созерцает красоту в ее разнообразных формах. Они испытывают пиетет перед прекрасным. Это эстетически очень развитый, эстетически утонченный народ. народ. Но их позиция жизненная не настолько активна, чтобы вносить какие-то новые ноты в эту гармонию сфер, в организацию внешнего пространства. Там не появятся проекты вроде Великой Китайской Стены. Представляете себя, как она изменила ландшафт на протяжении сотен километров и тысяч километров. Или различного рода регуляционные сооружения, где практика, конечно, и практика философская, в смысле слова, это предметное действие на среду. Она приобретала очень-очень сильный масштаб. Здесь этого не было ничего. Греки, интеллектуалы, мы забудем о том, что дороговладельцы, хотя это понятно, они испытывали подожжение к природе, это крайне важно предметить, благоговейное отношение. И такое-либо вмешательство в жизнь природы считали и твари некощенственным. для некощенства. Вот эта созерцательность, она, конечно, несколько затормозила развитие прикладных наук. Надо обратить внимание. Это мы подчеркнем. Вот греки создали математику. Они прекрасно понимали, что с помощью чисел можно развивать технику. Техне по-гречески. Уже тогда были определенного рода механизмы. Но скажем, вот такие вещи, как рычеи, как блоки, они же тоже требуют расчетов, требуют приложения к прикладной математике. Это все у них было развито очень даже в большой степени. И геометрия у них, геометрия, землемерие тоже была на высоте. но они очень рано прониклись, я бы сказал, несколько пренебрежительным отношением к решению прикладных задач. Прикладное знание это какое-то неподденное знание. Это их не волновало. То есть их не волновало функциональное знание. Они стремились извлекать пользу. А это очень важно. Вспомним Гетовского Фауста. Вот пауз европейской цивилизации. Фауст он тоже конечно одержим познаниями истины. Но он хочет эту истину поставить на службу человека. Он хочет знание как можно быстрее перевести на рельсы практики. На рельсы активного воздействия на окружающую среду, с тем чтобы эту среду перефермировать, переорганизовать в интересах человек. У греков этого ничего не было. И это вело к тому, что греки целиком, можно сказать практически, ушли в теорию. Их интересовало истинно истинно в ее чистом виде. В случае в чистом виде. Без каких-либо прикладных приложений. Прикладным приложением, которыми был заботчен фауст. Вот к этим предложениям. Двики относились скептически, иронически. Они считали, что человеческий интеллект должен быть направлен на мир идей, на знание незамутненное никакой практической необходимостью, никакими практическими интересами и целями. это есть созерзательность, которая, конечно, является замечательной питающей средой для развития теоретического мышления. И которая, разумеется, сдерживает развитие прикладных наук, сдерживает развитие практики, а ведь практика, она тоже является источником открытий, источником прозрения. греки это реминировали, для греков этого еще как бы и не было. Хорошо, значит, греческий мир, равнодельцы, которые обладают свободным временем, это великое богатство свободное время, это свободное время направляет на то, чтобы учиться, наслаждаться красотой, для того, чтобы признаться созерцание космоса, ландшафта, для того, чтобы размышлять о причине мироздания, о законах мироздания, к словно сфилосопствованию, к словно сфилосопствованию, на фоне вполне благополучной, материально обеспеченной жизнью, я бы сказал, жизнью беззаботной, вот это хорошее качество беззаботности, и в Греции эта беззаботность была, вряд ли она имела место на Востоке, где равнодельцы были вовлечены в дела неотложные, в дела требовавших повседневного и, я могу сказать, и же частного участия, вот здесь человек как бы раскрепостился, для того, чтобы уйти в чистую ногу, что и произошло в деревне Греции. И вот такая раскладка сил, такая раскладка отношений и тенденций, она уникальна, это больше никогда не воспроизводилось, не повторялось на земном шаре. Вот если бы не было Греции своим ландшафтом, я не хочу промагандировать так называемый географический детерминизм, и считать, что влияние ландшафта является определяющим, детерминирующим на сто процентов все процессы связанные с обществом, я не сторонник географического детерминизма, но тем не менее остается факт, вот эта страна, прекрасная страна, она благоприятствовала развитию науки, чистой науки, но и теоретической, всего вот этих исключительных индивидуальных ее особенностей, которые очень многое предупредили в индивидуальности людей, которые там обитали. Я не знаю, каким бы выглядел земной шар, если бы не было Древней Греции, все-таки мы обязаны именно Древней Греции, как эстетической традиции, так и традиции научной. Наша пора не там, влияние Востока на европейскую цивилизацию очень незначительно сравним с тем, что давай нам Греция, Греция это наше что-то наше родное, для нас что-то материнское, вот, это наш исток, наш исток. Это первый момент, который благоприятовал развитию науки Древней Греции. Второй момент, второй момент. Я не буду сейчас говорить в том, если общинные жизни в Древней Греции, здесь тоже возникла уникальная ситуация, когда люди свободные люди я не веду рабов, так, вот, очень рано стали говорить о равенстве. Обратите внимание, восточные тирании, это, правило, были тирании, это государство управлявшееся тираном. Тиран мог быть просвещенным, мудрым, но он обладал абсолютной властью, он был деспотом. Восточные деспотии, так называемые, да, вот, в Греции этого еще не было, и греки очень рано, очень рано пришли к равовому сознанию. Тоже момент уникальный. Разумеется, элементы права были везде, и в Китае, и в Индии, и в Египте, ну, и как человек без права может жить? Ну, вы знаете, там право было опять-таки своеобразное, право, где поддерживалась эта иерархическая вертикаль, то, что сегодня называют вертикалью власти. В Греции эта вертикаль была минимизирована, греки очень рано стали на путь демократического развития, но в Греции есть вроде демократии? Вот есть такое выражение в литературе, три и, их буквы, да, я сейчас скажу, что стоит за этим выражением. Три термина, которые как раз и несут в себе идею равенства людей, только это равенство в разных ситуациях. Ну, давайте сейчас эти, значит, три и перечислю. Первое, истегория, истегория. Вот, вот это первые три буквы, и, изо, изо, вы видите такие слова, как изоморфизм, например, да, вот это как раз понятие, указывающее на равенство, на подобие. Значит, истегория, что такое? Это слово за слово, это право для всех, без исключения, свободно выражать свою мысль. Истегория уравнивает людей в правах на самовыражение, на самоутверждение через через речь, на заявление своих прав, через речь. Второе, истомия, истомия. Это понятие указывает на право участия каждого в выборных должностях. Выборы важнейший институт демократии. Грики очень рано этот институт открыли, и они, конечно, культивировали выборную демократию. И, наконец, третье, это истономия, истономия, нома закон, истономия, это равенство людей перед законом. ты богатый, ты бедный, неважно, ты свободный, ты раб, но перед законом, перед законом все отвечают одинаково. Вот видите, эти три, три и, истегория, истономия, истономия, это три кита, на которых держится античная цивилизация. Это первая цивилизация на земле, где стало оцениваться не происхождение человека, его генеологическое древо, а его личное достоинство. Вы знаете, вот сейчас я только приехал из Петербурга, и там из музея Прада в Испании демонстрируются две работы Веласкеса. Мини, это философ довольно позднее, и вот Эзоп, в Оснописии создал. Эзоп, он раб, был рабом. Так, в этом лице Эзопа, можно сказать, совсем некрасивым, сколько в нем человеческой красоты, духовной красоты, сколько в нем достоинства. Вот это Веласкес гениально почувствовал дух античности. Даже раб, это все-таки человек. Хотя, понятно, что рабоводичество есть рабоводичество. Хорошо. Греки в силу того, что они вот развивались в плане направления созерцательного мышления, в силу того, что они очень рано пришли к идее равенства, и вообще для них, хотел говоря, равенство, стало предметом обсуждения равенства. Не только равенство политическое, а равенство как идея, как идея. У Платона в одном из диалогов утверждается, что идея равенства это идея врожденная. Вот мы сравниваем два разных предмета, разных по составу, по субстанции, но одинаковых по размеру. Откуда мы берем сам принцип равенства, сам принцип эквивалентности? Вот этот принцип греки считали чем-то априорным, чем-то изначально соприсущим человеку. Помните теорию анамнезиса? Миридей вот эта идея равенства нам была явлена, мы ее запомнили и вот сейчас мы ее реализуем здесь. Вы должны понять, что в научном мышлении это себя сейчас отметим особо, понятие равенства имеет огромное значение. Равенство это же действенность предмета. Первый спектр равенства. А есть А. А равно А. Я скоро специально буду анализировать, почему вот это себе подобие, себе даже действенность очень важны для научной логики. Грики очень рано стали искать повторяющиеся в различном повторяющиеся это тоже аспект равенства. это тоже ипостась равенства. Если какое явление в чем-то похожа друг на другу, если какие-то их признаки повторяются, это значит в них есть инвариант. Если я раньше этот термин не выделял, то сейчас его прошу выделить. Инвариантность это неизменяемость. Неизменяемость. Вот я перехожу от системы к системе, а данный признак вот он иржет системы к системе, при том системы трансформируются, модифицируются. Но вот есть что-то не меняющееся, есть что-то остающееся равное самому себе. Это мы называем инвариантом. Ин частица отрицания, вариант понятный, это тоже связано с вариацией, с модификацией, с изменчивостью. Греки греки изначально стали искать эти варианты. Вот это потрясающий момент. Потрясающий момент. Ну, вот смотрите, вот я в прошлый раз говорил про Пифагора. Лира и космос связаны вариантами отношений. Пропорции, которые были открыты Пифагору, себя проявляют не в звучании лиры, не в звучании гармонии сфер. Несчастливый переход от лиры, инструмента артефакта, к грандиозному космосу. Переход очень резкий, радикальный переход. И тем не менее, в нем, в этом переходе видны инварианты. Вот они перед нами. Эти инварианты и потрясают наше сознание. Мы видим единство мира на разных уровнях. Греки обожали искать единство, и когда они его находили, они испытывали экстазу, они испытывали величайшее удовлетворение. Я говорю сейчас про изо, изоморфизм, изегория, изотомия, изономия. Это совершенно разные аспекты равенства. Равенство социальное, равенство математическое, уравнение. Обратите внимание, великое слово уравнение. Подумайте об этом, так? Подумайте. греки стали первое уравнение выводить. Что такое уравнение? С левой стороны одно, с правой стороны другое. И между ними стоит знак равенства. Знак равенства. Великий знак. Великий знак. Над этим знаком стоит философствовать и размышлять. Давайте я возьму сейчас для примера формулу Эйнштейна. Заменитую. Энергия равняется массой умножена на квадрат скорости света. Слева энергия, справа масса и скорость, причем скорость взята в квадрате. Что общего между энергией с одной стороны? Энергия. Мера движения. С другой стороны масса, количество вещества, которое гравитирует и так далее. Тут еще и скорость примешивается, которую мы умножаем на массу. Скорость умножена квадрат во вторую степень. Почему это уравнено? А потому что вот это так устроена природа. Уравнение это игра в бисер. Тончайшая игра, великая игра. Греки поняли, что природа любит язык уравнений. И этот язык они сделали языком универсальным. Языком, который организовывал их социальную жизнь, их созерцательное мышление. Я бы сказал так, они открыли красоту равенства. открыли красотоподобие. Они обожали аналогии. А наука не может развиваться без аналогии. Возвращаясь к Пифагоре, для меня эта фигура ключевая. Пифагор это то, что является фундаментом нашей европейской цивилизация. Лиры и космос. Я возвращаюсь к этому первому, но возвращаюсь каждый раз по-новому. Лира и космос и заморожены друг к другу, и заморожены друг к другу. Между ними есть аналогия. Между ними имеются двери. Обратите внимание, как сейчас использую понятие. И вдумайтесь в это. Я даже советую это записать. Конечно, тут имеет место тавтология. Но тавтология она ведь очень важна в научном языке. Тавтология она уточняет, проясняет мысль. Вы понимаете меня? Это не просто я говорю масло масляное. Я говорю масло это есть определенное состояние молока. Это тавтология, но тавтология которая помогает понять, почему масло есть масло и чем оно отличается от простокваши. И так далее. Тавтология очень бывает полезна. Ответьте себе что в конце концов любое уравнение это тавтологично. Любое уравнение это тавтологично. Левое равняется правому. Вы понимаете да? Но эта тавтология столько нам открывает, столько проясняет, выявляет единство природы. Вот я повторяю еще раз. Когор открыл что Лира и Космос взаимоподобны. Хотя это совершенно разный масштаб. Это разные субстанциональные отношения явления. Струнные инструменты и Космос. Звезды, планеты. Так? Вот. Космос и Лира аналогичны друг другу. Можно изучать Космос по аналогии с Лирой. Лира становится моделью Космоса. Принцип моделирования. Принцип моделирования. Метод моделирования. Моделирование в своей основе имеет аналогию. Моделирование это предмет на науке. Когда аналогия материализуется, эффективируется. Так? Я скажу, что Космос и Лира связаны инвариантными отношениями. В общем-то, я имею право поставить перед ними знак равенства. Так? Я могу сказать, что это для теоретического мышления, для созерцательного анализа это взаимозаменимые вещи. изучая или я космос, изучая или Лира я получаю результаты одинаково идентичные. Вот то, что я сейчас вам говорю, это и есть проэлементы, проосновы именно научного мышления. Мышление, которое ориентировано на поиски нумерятов. Что такое закон природы? Что такое закон природы? Это то, что устойчиво повторяется в мире явлений. Есть явление уникальное. они беззаконны. Помните строчки поэта, как беззаконная комета в кругу расчищенных светил. Расчищенные светила это закон, комета вроде как стучается, хотя мы знаем, что комета тоже вписывается в систему закон. Греки это поняли всем нутром своим и они вышли на науку. Когда я говорю о том, что они интересовались прикладным знанием, что они если хотите желали, чтобы руки оставались чистыми. Вот не практиковать, не работать с материалом, не задействовать своих рук. Только голова работает. можно греков упрекнуть в односторонности, в какой-то крайности, в таком явно пренебрежительном отношении к трудовой деятельности человека. Ну и что? Вот этот крем в сторону созерцательности, в сторону поиска чистых изомархизмов, изомархизмов, просто выдораживают мысль, они являются источником радости. Вот когда Певогор открывает подобие лиры космоса, для него это счастье, единственное явление. Веки испытывали экстаз, когда открывали единство. Это действительно всегда подражает, всегда впечатляет. И они вошли во вкус, и они это стали практиковать, поиск этих вариантов. Хочу сказать, что поиск этих вариантов шел на фоне активной демофилогизации сознания. демофилогизация сознания. Не думайте, что я себе противоречу. В прошлый раз я говорил, что миф устойчив, что миф постоянно себя воспроизводит во все новых формах. Это так, но параллельно мы увидим и другое, что все-таки прежде чем родиться новый миф, старый миф должен все-таки как-то себя исчерпать. Верно, да? Вот давайте с вами сейчас покажем, как поиск вариантов связан с демофилогизацией мышления. Миф. Я в прошлый раз обращал ваше внимание на тему оборотничества мифово-поэтическому сознанию. Ну, явление превращается в друг друга. Так? Что это означает? Это, я бы сказал так, себе жму себя. Тотальная превращаемость всего во все. Тотальная превращаемость. Метаморфозы, которые описывают греческие в этом прежде всего в виде, да? Ну, это же стокшивательные метаморфозы. Вы помните, что я на в прошлом лекции показал, что элементарные частицы они оборотни, они способны тоже превращаться в друг друга. Понимаете, но если бы физика началась с элементарных частиц, я не знаю, что было бы. Наверное, наука возникла бы в том виде, как мы ее знаем. К счастью, к элементарным частицам мы возвращаем очень поздно. Что я хочу сказать? Вот запишем у себя, что в мифе, в мифе, так, в мифе, в мифе, где оборотничество является основой, да, нет инвариантности. Понимаете, да? Какая инвариантность? Нет инвариантности, я бы сказал так, нет, торжествует самонетождественность. Запишем этот термин, мне он очень нравится. самонетождественность. Я не верю, что я есть я. Завтра я стану кипарисом, помните, человек превращается кипарисом, я завтра стану нарциссом. Сегодня человек, завтра я растение. А я могу вернуться волком, серым. Я же оборотень, да? Или взбыть птицей, орлом снизу под небеса. Волшебная сказка эту идеологию перенимает и ее широко эксплуатирует. Прекрасно это, красиво это, поэтично это, но здесь отсутствует инвариантность, здесь отсутствует закон торжества. Я есть я. А равно А. Это великое уравнение. А равно А. А в мифе А указывает на что-то на Б. А способно приводиться в Б. В А задержаться Б. Получается, что А равняется Б. А В равняется С. А С равняется Д. Идет цепная реакция метаморфоз. Где постоянство? Где этот вариант? Он ускользает, наветучивается. И это, конечно, в корне противоположно рациональному научному мышлению. Потому что демобуализация в этом плане имела место и она реально от идеологии образничества человек пришел к идеологии инвариантности, себе-тождественности. Вот очень тоже термин очень хороший. Себе-тождественность. Явление равно друг другу. Между ними есть границы. Мы их дефиницируем. Здесь можно дойтись нескольким далеко, можно явление изолировать друг от друга. Это крайность, это перебор, но без этого нет и не может быть настоящей науки. Это бесспорно так. В этом никак нельзя усомниться. Сейчас я хочу ввести вот два термина, два понятия, взятых из греческого языка. Понятие темис. Темис. Темис это если хотите закон, но закон, который дан богами. Темис. А ведь боги у греков очень капризны. Ну возьмите Зевса настоящий волюнтарист. Зевсу все позволено, Зевс делает, что хочет. Значит темис идущий от Зевса это каприз. Каприз. Боги капризничают. А ты как это их перманентное состояние. Вы понимаете? И отсюда вот эта красота греческих мифов. Вот вы видите все эти любовные привычения Зевса. Вот я вам это напоминал, что он приходит к своим любимым в образе белого быка, в образе золотого дождя. Боже домой. Сцепная реакция на морфоз. И ну Зевс конечно он законодатель. он не татер перу но в молнии. В его руках власть. Но как трудно понять Зевса. Зевс совершенно не предсказуем. Не предсказуем. А закон это предсказуемость. Главное о законе это то, что благодаря закону можно прогнозировать будущее. Закон зиждется на повторяемости ситуации. На темис мифологичен. Темис это то, что связано с мифологическим сознанием. Второй термин номос номос это закон естественный. Закон соприсущий самой природе. Здесь устойчиво. Здесь устойчиво. Здесь нет этих метаморфоз, этих трансформаций. И поэтому наука развивается в направлении номоса, в направлении от темиса к номосу. Это совершенно четко просматриваемый вектор. Вот. И когда мы держимся номоса, когда мы ратуемся номос, то мы уже не раздваиваемся на нарцисса человека, нарцисса цветов. мы ищем постоянство в явлениях. Постоянство, устойчивость. Это очень важно. Это действительно полный перемен. Это действительно текущее. Зачем я поговорю с вами после перерыва. Но нам надо зафиксировать нечто стабильное. Нечто воспроизводящееся. Да, могут меняться ситуации, могут меняться окружения, но тем не менее среди всех внешних моноборфоз какое-то внутреннее ядро сохраняется, какое-то внутреннее ядро выступает в роли инварианта. Вот поиск этого ядра, поиск этого инварианта и составляет предмет научного мышления. Ближе чем сделать перерыв я хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что греки были народом игры. Гомолюденс. Гомолюденс человек играющий. Это понятие, которое ввел в научный обиход великий голландский философ Хейзинга. Греческий миф это игра. Но и в греческой науке тоже есть момент игровой. почему я это акцентирую? Игра она как бы как бы альтернативна всему прикладному. Прикладное знание оно функциональное, оно утилитарно. Это должно принять пользу. Пользу такую-то. Эффект, практический эффект, практическая резонативность. Игра она бескорыстна. Воздаёт потрясающее свойство. Игра шаги игры. Игра шаги удовольствия играть. Игреки очень рано вошли во вкус игры. Вот Платон, который в свой поздний период совершенно очевидным образом перешёл на позиции пифагорейства. Для него мир идеи это прежде всего мир чисел. он упрекает своих современников. Были такие замечательные математики Евдокс, Архид. Игра вошли в историю науки и вошли очень ярко. Зачем вы, ребята, занимаетесь прикладными делами? Чего там изобретаете? Смотрите, какие-то машины, хотите, чтобы они облегчали жизнь людям? Зачем? Зачем? Вы владеете числами. Это были математики. Математики, которые этот язык, новый, великий язык, открытый пифагором, стали использовать для решения чисто эмоциональных проблем. Не надо этого делать. где-то это помешало развитию техники. Эта установка, эта программа, эта программа Желобера. Она несколько столетий доминировала. Она продолжала развитие прикладного знания, но эта установка очень мощно подвинула вперед теоретическое знание. Чем замечательна Древняя Греция? Чем замечательна античная наука? Знаете, она начинается с теории. Ну да, я понимаю, что были какие-то практические посылки, не будем закрывать на них глаза. Геометрия и в Китае, и в Индии, и в Египте, и в Греции начинается как землее. Сам термин на себя говорит. Но очень рано в Греции над прикладным базисом возникла грандиозная настройка чисто созерцательная. чисто теоретическая, никак не корреспондирующая с прикладными задачами, с выгодными установками. Вот этот отрыв от практики, отрыв от материи, если хотите, в общем-то был благодетельным для науки. И это замечательно. Это дало возможность очень рано открыть в разуме источник истины. Разум сам по себе. Разум как таковой. Вот это великая легенда, гениальная легенда о демокрите. Демокрит, который направляет солнечный свет с помощью зеркал на свои глаза. Он хочет исследовать. Для чего он хочет исследовать? Для того, чтобы отвлекаться на наблюдение за чувственным миром. За миром, где отвлекаться на чувственный мир, который связан как раз с практикой, который связан с предметностью, с вещественностью, с сервисностью. Почему он себя ослепляет? Это легенда, конечно. Для того, чтобы смирить себя. Смирить себя, так, а за счет негативения мне, внешнее, чувственное витяжение, я в себе открою истину. может кто-то использует в каких-то практических целях. Но и Бог с этим. Это мне не волнует. Мне важна истина. Истина важна, как таковая. Чистая истина. Поэтому греческая культура изначально вела альтернативу, вела оппозицию. Мнение и знание. Вот это запишем, и сделаем перерыв. Мнение и знание. Что такое мнение. Мнение это тоже связано с чувственным познанием, которое обеспечивает нашу практическую жизнь. Мы трудимся, мы должны заработать себе наглебно-сущный. Правильно, да? Наш рот, конечно, должен быть оптимальным и очень хорошо, когда нам дают рекомендации, когда что-то нам помогает рассчитать. Мы поэтому можем что-то сэкономить. Но все, что связано с чувственностью, все, что связано с материальностью, мнимо. Это кажемость. Это поток иллюзий. Это эффективно. Настоящее знание. Это истинное знание. Оно в уме. Нус. Нус по-гречески ум. Это понятие было максогор. Отсюда, собственно говоря, и слово ноосфера. Ноосфера, так? Вот. Это настоящее знание. Вот это противооставление знания истины, оно, конечно, для греков сыграло решающую роль становления их ноги. Но объявляется перерыв на пять минут. Я как сюда... внимание. 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 Итак, у греков очень рано возникает идея права. Идея правового равенства. У греков очень рано начинают развиваться демократические институты, где человек это основная ценность. Нужно защитить права человека. Нужно защитить достоинство все это. И это, конечно, содействует развитию великого искусства аргументации. Вот надо человек оправдать. Работа адвоката, адвокатура сыграла очень существенную роль в развитии человеческого мышления, надо убедить судей встать на сторону обвиняемого. искусство аргументации, искусство довода, искусство довода. Говоря тому, что правовое сознание у греков развивается рано и развивается бурно, параллельно, в ответ на эту очень рано созревшую потребность развивается искусство довода, искусство контр-довода тебя убеждает, а ты хочешь оставить свою позицию довод-контр-довод, аргумент-контр-аргумент. Вот так и записываете. Довод-контр-довод-аргумент-контр-аргумент. Вот в этой среде диалог становится неизбежным. Диалог спор оппонентов, диалог свободной дискуссии, в процессе которой каждая из спорящих сторон шлифует свой взгляд, совершенствует свой взгляд, делает их все более и более неизвимыми, победить в споре становится все более и более трудным делом. Это ведет и к развитию красноречия, и к развитию логики, естественно, в первую очередь. А самое главное, возникает потрясающая атмосфера диалога. Грики открыли великое чудо диалога, и мы за это должны им низко-низко поклониться. Истина, которую ищет наука, истина, которая является главной целью познания. Грики первыми подошли к сознанию той возможности, что ты всегда можешь быть диалогичной. Диалогичность это по меньшей мере двузначность. Двузначность. Я имею в виду сейчас противостояние двух моментов, или двух ценностей, или двух начал. Однозначность, я хочу, чтобы она была однозначной, чтобы она принадлежала только мне, я объявляю монополию на истину. Никакого диалога, а монолог. Так, если пишите, очень многим хочется, чтобы истина была монологична. Моно, один, отсюда и монополия, так? Как правило, глубокая истина не может быть монологичной. Истины средней глубины, пожалуйста, да, где все бесспорно, где все очевидно, тут и не возникает самой этой категории диалога, и эти категории монологи диалог. Чем глубже мы уходим недропытия, чем очевиднее становится ситуация, когда обе стороны, высказывая противоположное мнение, в равной мере, служит истине. истине. То, что я сейчас говорю, крайне важно, крайне важно. Спор, истинно рождается в споре. Давайте сразу договоримся, что споры могут быть такими, когда одна сторона наголову разбивает другую сторону. Это когда истинная теория берет верх на теорию ложной. И здесь нет никаких сомнений. Здесь не может быть никакого реванша. Теория побежденная, как правило, сходится сцена и лишь редких случаях в каких-то особых условиях, а главное присловие, что мы не находили глубину теории, она может как-то дать новый всплеск. Это нетипично. В науке очень многие теории отмирают. Отмирают и отмирают и всегда конкурирующей теории. Идет отбор, родилась селекция. Через спор, через дискуссию. И одна со стороны побеждает другую. И никаких пересмотров, никаких апелляций, ты потеряла поражение, уйди из науки. Твоя реабилитация невозможна. Но есть другая ситуация. Она связана с глубиной. Вот чем мы глубже входим в тайны бытия, тем ненадежнее становится монологическое знание. Ненадежнее. Мы вдруг обнаруживаем, что истина многогранна. Что истина многоаспектна. По крайней мере двугранна, по крайней мере двуаспектна. Поначалу к этому очень трудно привыкнуть. Я не раз буду в процессе чтения этого курса варьировать. Вот где-то мы предрасположены к односторонности. Предрасположены. Где-то мы поклонники монолога. Я прав, ты не прав. Истина за мной, ты принял заблуждение. Я источник знания, ты носитель мнения. Но это предусмотрение нашей самости. И от этого никуда не деться. Но с этим надо бороться, это надо преодолевать. Это наша важнейшая задача. Вот каждый ученый должен об этом думать. В эдике ученого я бы записал правило, да, двигаясь от монолога к диалогу. Преодолевая односторонность, развивая разносторонность. греки первыми поняли, что истина диалогична. Это значит, что истина может быть противоречивой. Это значит, что истина может иметь форму антиномии. Но я вам напомню, что антиномия это ситуация, когда по поводу одного и этого же предмета высказываются противоположные мнения. Тезис мир конечен. Антитезис бесконечен. Мы еще будем говорить об антиномиях и вы должны по идее знать, что такое антиномия. Антиномия это сочетание взаимосвключающих суждений. Антиномия это, если хотите, предельно острая форма диалога. Когда диалог дошел до такой высокой температуры, когда кажется, что нельзя состыковать позиции оппонентов. Тут все идет на полный разрыв. И тем не менее, тем не менее, состыковка неизбежна. Я сказал, истинно диалогично. Я сказал, истинно антиномично. Это фундаментальные характеристики истины. К осознанию антиномичности знания наука шла тысячелетия. И только в 20-м веке это было отрелексировано окончательно. Никто с этим не будет спорить. Но у греков уже была предпосылка такого понимания истины. И из этого греков должны быть очень и очень обязаны. Они это не релексировали. Они об этом нигде прямо не сказали. Но это востворено в контексте вся античности. Вот сейчас я хочу вам привести пример диалога имевшего решающее значение для развития науки. Только я знаете что я забыл сказать? Я забыл сказать, что у меня тема античная наука перешла в тему диалогичного научного мышления на рыночный перешла, но я эту рубрику не обозначил. Пожалуйста, обозначьте эту себя. Это очень естественный переход, очень органичный переход, но я забыл тему обозначить новую. Хорошо. Я сейчас вам дам пример диалога эпохи античности, эпохи античности, а потом я дам пример других диалогов в науке. Вот фундаментальный диалог. Два мыслителя Гергрид и Парменит. Давайте не будем отдавать точных дат, скажем так. Это рубеж VI-V веков. Вот так где-то тихотеет к этому периоду. Все даты конечно бывают спорными. часто бывают спорными. Гергрид и Парменит. Гергрид жил в Малой Азии в городе Эфесе. Парменит жил в Южной Италии в городе Илея. У Парменит была школа своя философская Элейская школа. Отсюда название Элеады. Элеады. Скорее всего, что Гергрид и Парменит не встречались лично. У них не было прямого контакта. Но тем не менее их взгляды они альтернативные, они противоположные и по крайней мере Парменит точно знал о Гераклите. И в перспективе эти два мыслителя видятся как участники диалога. Естественно того, что натурального диалога могло и не быть. Начали о Гераклите. Чем нам дорог Гераклит? Что он дал для истории науки. Но мы Гераклита называем первым диалектиком. Вот два основных принципа диалектики. Первый принцип бери мир в развитии, в движении, бери мир в движении в развитии, так уж он такой порядок задать. Второе бери мир как противоречие, как борьбу противоположности. Первый принцип движения, второй принцип борьбы. Гераклит очень личностно всем своим существом ощутил мир как мир становления. Значит, мир — это мир становления. Что по становлению? Это текучесть. Это мир, где отсутствует постоянство. Это мир, где все меняется, варьируется. Его знаменитый афоризм. Все течет, все изменяется. Это вошло в наш язык. И знаете, у Гроссмана, великого писателя Гроссмана, которого преследовало КГБ, есть такая пояска, все течет. Это стало крылатым выражением русского языка. Другое его высказывание, тоже очень знаменитое. Нельзя отваживать в одну и ту же реку, ибо на входящего текутся новые и новые воды. Мир есть такая река. Это образ, это метафора, имеющая универсальное значение, универсальную семантику. Ну и треть афоризм совершенно гениальный. Солнце каждый миг новое. Как так солнце, да? светильный диск. Вроде все бедрождественные. Эта бедрождественность никаких сомнений не должна вызывать. И вдруг это утверждение, что солнце каждый миг новое. Но когда сегодня мы смотрим солнечный телескоп, когда мы видим, что солнце бурлит, кипит, что на солнце рождается пятна, и исчезает пятна, вы знаете эти царевенные стимки, когда эти мощные выплески в магмы, с вулканинической деятельностью. Так, когда вот эти выплески плазмы организуются магнитным полем, и мы видим силовые линии магнитного поля, мы видим дуги, дуги, которые друг к другу накладываются, магнитное поле прорисовывается. Это же потрясающая динамика, потрясающая экспрессия. Но это мы видим благодаря технике, это мы видим сейчас, в 21 веке, а ведь что могут видеть гераклит, тогда еще и пятна на солнце не были известны, хотя бы только галереи, и вдруг вот такое прозреливое высказывание. Итак, для гераклита мир есть и постоянство. Это очень дерзкий взгляд для того времени. Почему? Ну, такой вопрос я поставил. Вот мы ничего не читали. Мы не знаем ни Дарвина, ни Эйнштейна, ни Фильма, мы наивны, как древние греки. Есть такое замечательное высказывание, выражение. Посмотрим на мир из 6 века до н.э. Что в мире было преподает? Постоянство или эзмичность? Мы не считали ничего по эволюционной теории и так далее. С точки героничического опыта, конечно, преподает постоянство. Но, пожалуйста, вот примеры. Звездное небо. Греки считали звездное небо символом постоянства. Это крайне важно для того, чтобы понять их сознание. Ну да, на земле может быть какое-то мельтешение, на земле может быть какая-то текучка. Земля есть земля. Тут перемена возможна, но небо это абсолютное постоянство. Знаете, как греков досадовали кометы. Кометы как незаконная комета в кругу расчисленных светил опять садеры поэта. Аристотель вообще ненавидел кометы. И он создал теорию, согласно которым кометы это не что иное, как атмосферные пары какие-то. атмосферные вот такие образования. Атмосфера это то, что прилегает к земле. Это не космос. Кометы не пятнают космос, не портят эти картины стабильности, устойчивости, незыблемости. Хорошо, это непосредственно изгладное звездное небо глазами 6 века до нашей эры. Но мы знаем сегодня, что звезды обладают собственным движением. Мы знаем, что 20 тысяч лет назад не было ни Реона, ни Геркулеса, ни Дракона, это любимая созвездия древних греков. Была другая конфигурация звезд. Мы знаем, что эти созвездия распадутся неизбежно, и через 20 тысяч лет будет совсем другое звездное небо. В конце концов, мы живем в расширяющей вселенная. Вселенная 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 процесс турбулентный, процесс бурный. Это же факт. Но это мы знаем сегодня, тогда этого не знали люди. Для них мир есть постоянство, мир понятый в космическом своем измерении. Или другой код рассуждения. Живая природа. Но мы и сегодня не наблюдаем бедообразования. И сегодня, да, ну да, появляются сорта, ну да, работают селекционеры, выводят новость сорта роз. Я только что видел в Москве синие розы. Мне они не понравились.